Le verbe falloir. Глагол falloir переводится как быть нужным, должным, но этот глагол у нас только безличный. То есть его нельзя употребить ни je, ни stu, ни snu и так далее, только с местоимением il. И это местоимение il в данной форме не будет означать он, а будет переводиться как нужно. Вот кто-то, какие-то вот такие моменты, например, о феноменах природы мы также употребляем. Или, например, il fait chaud, очень жарко на улице, или il fait froid, холодно. Во французском именно такие предложения называются безличные. Посмотрите, пожалуйста, наш грамматикум, если ещё не видели, про как раз-таки безличные глаголы. И так как этот глагол употребляется только с одним местоимением il в его безличной ипостаси, мы посмотрим с вами все формы их по временам. В настоящем времени глагол falloir будет иметь форму il faut, нужно. Il faut. В passé composé il a fallu. В imparfait il fallait, например, нужно было принять это решение. Il fallait. Subjonctif. Il fallait. Он говорит, что нужно. Il dit qu'il fallait. Дальше. Conditionnel présent. Может быть, это какое-то уважение, да, следовало бы. Не хотим прямо сказать, да, тебе нужно. А вот так вот. Il faudrait. Стоило бы. Я не настаиваю, но было бы неплохо. Или же в прошедшем. Il aurait fallu. Тебе бы стоило. Voilà. Дальше. В будущем. Il va falloir, это futur proche. Или il faudra, futur simple. И давайте все формы повторим. Il faut. Il a fallu. Il fallait. Il faye. Il faudrait. Il aurait fallu. Il va falloir. Il faudra. Ещё раз напоминаю, безличный глагол и только с местоимением Il употребляется. Продолжение следует.